Привет друзья, с вами Smart Plus. Сейчас вы видите перед собой будущий хит продаж, ведь это Redmi Note 8 Pro. Очень достойный аппарат за свою цену. И походу вы узнаете отличия между китайской и глобальной версией, если еще не в курсе, и какую лучше покупать. Хоть по железу они будут один в один. Что в нем привлекает? Конечно же цена. И за вполне доступный ценник нам уже предлагают камеры с еще большим разрешением на 64 мегапикселя. Понимаю, что не без маркетинга, но все же. И сюда наконец-то завезли модуль NFC, что есть очень хорошо. Давайте глянем, что там в комплекте. Тут у нас все как мы любим, а именно из коробки у нас уже есть силиконовый чехол, который если надеть не до конца перекрывает выступающие камеры, потому тут или колхозить что-то, или покупать другой, если думаете сильно беречь камеры. Бумажки, скрепка, блок быстрой зарядки на 18 ватт, кабель USB-C. Лоток у нас комбинированный, или две наносим, или карта памяти плюс одна сим. И тут еще есть резиновый уплотнитель. В смартфоне, кстати, предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP52. Но считайте, это обычный смартфон и влаги он все же боится. Максимум защита от брызг. Вы знаете, думаю 64 гигабайт памяти, а это минимум, хватит большинству. Сам смартфон довольно немаленький и увесистый, почти 200 грамм. Это не мудрено, ведь тут батарея большая и экран на целых 6,53 дюйма. Спереди и сзади у нас стекло, заявлено Gorilla Glass 5. Но я обнаружил на нем пару мелких царапин возле фронталки. Хоть данный смарт совсем новый и побывал только у меня и у моего коллеги. То есть к царапинам совсем неустойчив. Так что нужна пленка для сохранности. Желательно гидрогелевые, а не тонкие. А торцы, как и у прошлого поколения, пластиковые. Правда, на первый взгляд тяжело отличить от металлических. И кстати, он доступен в трех разных цветах. Темный, как у меня, перламутровый и зеленый градиент. В смартфоне на радость нам есть весь джентльменский набор. А именно, о как это прекрасно, USB-C снизу, также мультимедийный динамик. И не менее прекрасно, что тут есть вход по 3,5 миниджек. И в самых добрых традициях у нас есть сверху второй микрофон шумоподавления и инфракрасный порт. От последнего в Xiaomi в некоторых моделях пытались избавиться, но пользователям это, видимо, не понравилось. И Xiaomi перестали заигрывать с судьбой. Согласитесь, что смартфон выглядит достаточно дорого в современных трендах с красиво переливающейся задней крышкой. И что лично мне немного портит впечатление, это достаточно сильно выступающий блок камер со сканером. Дисплей у нас IPS Full HD на 6,53 дюйма с довольно тонкими рамками по бокам в 1,8 мм. Сверху рамка чуть толще, а вот снизу подбородок по традиции больше, 4-х миллиметровый. И как по мне, спереди отлично. Производитель заявляет, что экран занимает 91,4% передней панели. Хоть я, например, и не любитель выреза в экране, но от этого здесь никуда не деться. И тут есть довольно аккуратная капля. Кстати, ее при желании можно будет скрыть в настройках. Благо MIUI это позволяет. Также здесь заявлена сертификация в части снижения вредного синего свечения экрана. И хорошо, что производители начали заботиться об этом. По традиции можно настроить под себя баланс белого, включить защиту зрения и так далее. Яркость, как по мне, вполне достаточная, но можно было бы чуточку ярче днем на солнце. Как мы уже все знаем, чтобы встроить сканер в дисплей, нужен AMOLED. Тут же IPS. Что лично меня тоже радует. Но сканер по классике оставили на тыльной стороне. И он очень быстрый и точный. Вопросов к нему нет. Также здесь реализована возможность разблокировки сканированием лица. И тоже работает довольно быстро. А теперь интересный момент, который вызывает много дискуссий. Это сердце смартфона. Здесь установлен процессор Helio G90T. Многие сразу будут кричать, фууу, медиатек. Но друзья, не думаю, что Xiaomi не учли этот момент и запихнули плохой проц в один из самых своих продаваемых смартфонов. 8 ядер, 12 нанометров здесь поистине творят чудеса. Я специально хотел придраться к чему-то, найти лаги, тормоза. Но вы знаете, их тут практически нет. А если есть где-то какие-то моменты, то я просто не успел их заметить за время использования. Проц и с данной оболочкой работает как часики. Все открывается очень быстро. И пользоваться таким смартом одно удовольствие. В Antutu выбивает вот такое нехилое количество баллов. А сам производитель заявляет, что здесь большая производительность в играх, нежели в Snapdragon 710. А как мы знаем, это хороший камушек. Только вот есть такое понятие, как оптимизация. Это тоже нужно учитывать. Графический ускоритель Mali-G76 хорошо справляется с большинством игр и пример тому игра PUBG. Можно спокойно играть без тормозов и всяких там лагов. При этом телефон будет немного греться на ощупь. Может все потому, что техпроцесс не самый тонкий на сегодня. И плюс под капотом установлена система жидкостное охлаждение по технологии Liquid Cool. Потом я шиканул и включил танки. Хорошенько погонял и был удивлен. Новенький проц не вывозит их даже на средних. Вроде бы 60 кадров, все окей. А попадаешь в замес, среди множества противников и начинаются провалы FPS до 25 кадров. Так что неиграбельно даже на средних. Нужно выставлять низкие. Я, если честно, ждал большего. Я думаю, что должны подправить прошивкой. И это одна из немногих игр, которая утерла нос данному камню. Оптимизация хромает. Еще тут продумали Wi-Fi антенны. И назвали все это дело Wi-Fi X. Чтобы в ландшафтном режиме не ухудшался прием сигнала. Особенно это актуально, конечно же, в играх. Камера. Вернее камеры. Тут их напихали по самое не хочу. И тут даже не 3, а целых 4 объектива. Основной 64-мегапиксельный сенсор от Samsung с диафрагмой 1.8. В стандартном режиме у нас 16 мегапикселей. Можно включить 64. Вот мы сейчас сравниваем 16 и 64 днем. Я хотел показать вам наглядную разницу. И посмотрим на волоски растений. Да, у них тоже есть такое дело. Так вот, красноречивый пример. Насколько в 64 мегапикселях сохраняется больше деталей. Причем по всему кадру. И само фото на 64 мегапикселя весит почти 17 мегабайт. Для чего нужны 64 мегапикселя? Ну, например, вы хотите распечатать большой плакат? Можно. Или просто потом кропнуть без сильной потери качества. Или хотите просто детализированное фото? А так и 16 многим хватит за глаза. Мне, конечно же, будет интересно, наверное, как и вам, сравнить и фото, да и остальное с предшественником Redmi Note 7. Потому подписывайтесь и скоро увидите сравнение этих двух, бесспорно, лидеров в среднем бюджете. Еще один сенсор на 8 мегапикселей, широкоугольный, с углом обзора 130 градусов. Тут уже качество будет уступать основному в угоду широкому углу. Но ширик на практике тоже многим может пригодиться. Ну, еще есть две камеры по 2 мегапикселя. Один сенсор для макро с фокусом аж до 2 сантиметров. И второй классический для замера глубины резкости в боке для портретов. Вот именно тот случай, когда работают маркетологи. Не думаю, что вас часто будет радовать макрообъектив и вам он критически нужен. В боке все хорошо, оно выглядит естественно и при желании можно прямо во время фото настраивать его степень. Или уже после того, можно добавить или убрать размытие. Или же применить какой-то космический эффект. Вот мой кот прям улетел куда-то. Фронталка на 20 мегапикселей и я заметил, что фронталочки Xiaomi в последнее время хорошо подтянули в плане детализации. И боке тоже кстати можно делать. В общем, части фото зачет. А вот что меня не порадовало, так это съемка видео. В Full HD картинка вообще мыла. Особенно если смотреть на большом экране. Впрочем, все на ваш суд. Тест съемки видео на смартфон Redmi Note 8 Pro. 4К 30 кадров. И стабилизации в таком режиме нет. Сейчас посмотрим, как меняется экспозиция. Мне не очень нравится, как она меняется. Немножко скачкообразно, по-моему. Вот так вот, ступенчато, можно сказать. Немножко видно, что снимается на телефон. Вот, очень видно. Ну и плюс баланс белого тоже скачет, как вы заметили. Сейчас переключимся на Full HD и посмотрим работу электронного стаба. Сейчас у нас Full HD 30 кадров. И тут электронная стабилизация уже будет работать. Также можно снимать 60 кадров. Но мы пока что ограничимся 30. Вот такое у нас качество. Тоже скачкообразная экспозиция. Словом, немножко видно, что снято все-таки на телефон. Я надеюсь, это поправит. Вот она. Скачкообразная экспозиция. Звук. О нем я говорить долго не вижу смысла. У Xiaomi он всегда хорош и у него тоже неплохой. Но меня удивило то, что он таки уступает по мультимедийному динамику предшественнику Redmi Note 7. Но подробнее уже в сравнении. Теперь немного о батарее. На бумаге все отлично. 4500 мА. На практике вам на один день активного использования хватит при 5-6 часах экрана. Но на 1,5-2 дня сразу можно сказать рассчитывать не стоит. Это не рекордный показатель, но для такого большого экрана плюс процессора можно сказать норма. Лицом грязь точно не падает. Возможно еще обновлениями немного подправят. Кроме всего прочего, еще несколько важных замечаний от меня. Я уверен, что данный смартфон станет хитом. Давайте просто включим холодный анализ. В нем есть практически все, что нужно 90% людей. Bluetooth 5.0, NFC, Type-C, IK-Port, двухканальный Wi-Fi. И даже GPS я решил протестировать. Ведь если на Snapdragon всегда с ним было все окей, MTK, помню, немного грешили. Но тут все хорошо работает. И вот тут мы подходим к важному моменту. Как я говорил, у меня китайская версия, которая не поддерживает 7 и 20 бенды. То есть, когда вы прошьете смартфон на глобалку или уже купите китайца с глобальной прошивкой, могут быть проблемы с приемом LTE. Плюс на китайской прошивке, как у меня, не работает NFC. Нет сертификации Google. А вот на глобальной будет работать из коробки. Потому я рекомендую не покупать китайскую версию, а сразу покупать глобалку. Тем более, они уже появились на Алиэкспресс. Может, когда вы смотрите, они уже появились и у нас. Зачем эти прошивки и так далее? И вообще, вся эта возня. Я добавлю ссылки на лучшие предложения на глобалке в описании и в Китае, и у нас. Если это Алиэкспресс, то не Global ROM, а именно Global Version. На коробке будут надписи на английском. Коробки, конечно, будут отличаться. Так что, запомните, что в таких китайцы. И в комплекте глобалки будет зарядник под наши розетки, а не такие. Как вывод, я вполне могу рекомендовать к покупке данный смартфон. Когда цены немного устаканятся. А то на старте, как всегда, ломят. Ведь не забываем, что есть еще такие игроки, как Mi 9 SE и Mi 9T. Если рядом будет стоить так же, то какой особый смысл в нем? Разве что для тех, кто хочет IPS-экран. И таких людей, кстати, много. А так, реально его можно отнести к ультимейт-устройствам, и он порадует большинство. Да, не без грешков, о которых я вам уже рассказывал. Плюс спорный MediaTek, а не Snapdragon. Но я думаю, что причиной есть поддержка камеры на 64 Мп данным процем, и конечно же его ценой. Ибо так цена на смарт уже была бы ненародной. Подписывайтесь на канал, много интересностей впереди. Прощаемся ненадолго. С вами был Андрей, канал Smart Plus. И всем пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!